Всем привет, меня зовут Ерден Телемисов, я актер, каскадер, сценарист, режиссер, продюсер, в общем, кинематографист. И сегодня я буду отвечать на поисковые запросы Яндекса обо мне. У меня в руках табличка, и я буду отрывать по одному стикеру и смотреть на вопрос. Для меня это тоже сюрприз, так что давайте посмотрим. Ерден Телемисов, я. Первый запрос. Ерден Телемисов, чем знаменит? Нет. Наверное, самое большое для меня... Я знаменит, наверное, своими детьми, своей семьей. Я кайфую от своей жизни. Очень разные были случаи в моей жизни, которые меня привели в ту точку, в которой я счастлив. Так что я считаю, я знаменит тем, что... А, еще я добрый. Все знают. Ердеша добрый. Я, наверное, самый голливудский актер Казахстана, потому что принял участие в четырех голливудских проектах. Я снимался в 2014 году в сериале Марка Пола от Нетфликса. Потом, через два года, я снимался в сериале «Макмафия», который получил Эми как лучший драматический сериал. Я снимался в сериале «Воин» во втором сезоне, который написал и придумал сам Брюс Ли. После его смерти его дочь нашла этот сценарий и продала его HBO. И в этом сериале я дрался с чемпионом UFC Майклом Биспингом, чем безмерно горжусь. Крайний мой проект, который случился два года назад, это «Слоу Хорсес», в котором я играл в сериале с такими монстрами, не монстрами, легендами кинематографа, одним из которых, наверное, мой любимый Гарри Олден. Вот чем я знаменит. Второй вопрос. Второй запрос. Откуда Ерден Телемисов родом? Родом я из маленького городка, который называется Сарань Карагандинской области. Это город-спутник Караганды, 18 километров. Родился я 25 мая 1975 года. Следующий год у меня юбилейный. Звоните, пишите, присылайте деньги. Мне исполнится 50 лет. В Алмату я приехал в 2005 году. Побывал я, наверное, за свою жизнь за последние лет 12-13. По-моему, больше, чем 35 стран. И с каждой страной я начал понимать, что самый лучший город на Земле – это Алматы. Следующий вопрос. Ерден Телемисов. Профессия. Профессия. Я успел поработать за свою жизнь. Начал я с продавца обуви. Потом я стал экспедитором. Потом я стал торговым представителем. После этого я стал супервайзером. Потом директором представительства в Астане большой компании. Я был одним из представителей крупного бренда, если это можно называть, «Лориаль» в Караганде-Карагандинской области. После этого меня затянуло так, вернее, моя жизнь вывернула так, что я был цветочником. Я продавал цветы. И очень многие люди знают до сих пор, что это же вот этот на Юго-Востоке, который в стеклянном магазине – ночной продавец цветов. И вот, ну, после 30 лет я кардинально изменил свою жизнь. Стал заниматься творчеством. Успел поработать администратор дневников «Суперстар Киезет» на телеканале «Хит-Тиви». После этого я стал координатором этого музыкального канала. После я стал продюсером, генеральным продюсером музыкального канала «Альтернативной музыки». И потом стал пиарщиком самого главного телеканала Казахстана. Стал директором лотереи на телеканале «Казахстан». Потом я стал директором рекламного агентства, директором охранного агентства. И постепенно, постепенно перешел в кино. И это, наверное, самое счастье. Я помню, что когда мне было 33 года, я не хотел его праздновать. И мои друзья позвали меня, вывезли меня на Бутаковку. А я от всех отделился, сел на берегу речки и плакал. Я плакал, потому что не знал, потому что я разочаровался в тех делах, которыми я занимался. Понял я, почему я плакал в 33 года, когда мне стукнуло 37. Потому что я так понял, что в 33 года я потерял жизненную свою какую-то колею, а в 37 лет стал счастливым, потому что я понял, что мое предназначение — это кино. И с тех пор я счастлив каждый день. И им только и занимаюсь. Начав свою карьеру с актера, по сути массовки, со временем я стал входить в культ. Где-то после десятой моей маленькой роли я начал понимать, что такое актерство. Начал немножко прокачиваться в этом. Он искал режиссера. Любой актер, он мечтает найти своего режиссера. Своего режиссера я так и не нашел и подумал, почему бы не стать режиссером для себя. В 2018 году я снял один из первых веб-сериалов в Казахстане, который назывался «Всемогущий». О трех джинах, которые живут в современной Алматы. Сейчас, в данный момент, я дошел до такого уровня. И вселенная благоволит этому, что скоро, очень скоро я начну снимать свой первый дебютный полнометражный фильм. Четвертый поисковой запрос. Ердин Телемисов. Каскадер. Да, это моя гордость. Моя гордость, что с 2014 года я являюсь каскадером группы «Намад Станц». Это международная группа, которая входит в ассоциацию международную «Hits International». И я очень горжусь, что я один из семьи большой каскадерской. И у нас, просто зайдите на сайт, даже на «Намад Станц», посмотрите список наших голливудских проектов. Последний, насколько я знаю, это был Ридли Скотт, Наполеон. Так что каскадеры «Намад» работали и на этом проекте. Я счастлив, что благодаря дружбе первоначально с Жейдарбеком Кунгужиным, руководителем группы каскадеров «Намад», я сначала стал просто другом, а потом, когда мы были в Малайзии, я начал тренировки сначала с каскадерами «Намад», тайскому боксу. В принципе, очень быстро набрал хорошую форму. И когда в Малайзию на Марко Поло я поехал как простой актер, получилось, что мне дали бой с самим Марко Поло. И не могли найти мне дублера. Потому что я большой, достаточно череп у меня интересный. Искали дублера, и вот Жейдарбек сказал, что, ребят, он сам может подраться, ему не нужны никакие каскадеры. И меня перевели в каскадерский департамент. Быть каскадером очень опасно, но здесь риск есть всегда. Потому что риск, во-первых, каскадеры «Намад» очень хорошие конники. А если ты работаешь с лошадью, то это тоже характер. Моей функцией было заваливать лошадей, стаскивать с лошадей и топтать других каскадеров. Каскадеры — это суперспортсмены. И я считаю, что крутых людей нет, есть подготовленные. Свой бой, первый в качестве каскадера, бой прошел, наверное, минуты-полторы. Мы готовили где-то три с половиной месяца. Каждый трюк должен быть подготовлен. Каскадеры не просто рисковые люди, это настоящие профессионалы, которые всегда готовы. Первую табличку я закончил. Было очень интересно отвечать на это, и я думаю, что, наверное, я справился. Вторая табличка. Интересно, наверное, чем дальше, тем интереснее. Итак, следующий запрос в Яндексе. Ярден Телемисов, вторжение. Ох, это тоже. Этому проекту я обязан в том числе и личной жизни. То есть благодаря этому проекту моя жизнь такая, какая есть сейчас. В 2005 году, когда я решил изменить свою жизнь и переехать в Алматы, у меня было намерение попасть на телек. В одной из газет на крайней полосе я увидел объявление о наборе в реалити-шоу «Вторжение». Это был очень крутой проект, потому что, по-моему, до сих пор нет подобного путешествия казахстанцев по Европе автостопом. Было, по-моему, около пяти тысяч претендентов, и я попал в крайние 12, те, которые реально прошли этот путь. Реалити-шоу «Вторжение» проходило в двух странах. Это была Австрия и Италия. Я могу похвалиться, что уже тогда человек с периферии. В 30 лет я приехал и сразу попал первый раз за рубеж, и я прошел всю Австрию пешком, автостопом. Мы ночевали первую ночь на берегу Дуная под мостом. Позже мы узнали, что это было отхожее место, но менять локацию уже не получилось. Я спал одну ночь рядом с родным домом Шварценеггера, маленький город Таль есть. И вот прям недалеко от дома мы не успевали никуда уехать, и спали прямо в лесу рядом с домом Шварценеггера. Я практически дошел до Альп, ну и потом вылетел. «Вторжение» для меня – это особенный проект. Вот, следующий вопрос. «Ерден Телемисов» – английский сериал. В моей жизни уже есть два сериала английских. Первый английский сериал называется «Макмафия». Я попал благодаря нетворкингу, благодаря своим социальным сетям. Дело в том, что когда я только начинал актерскую карьеру, я не мог понять, как привлечь к себе внимание, потому что попасть в кино достаточно сложно. И я подумал, тогда только соцсети начинали развиваться, и я подумал, почему бы не попробовать рекламировать себя саму, потому что это огромная возможность. Получилось так, что моим подписчиком был Марат Бесингалиев и его дочь Арухан Галиева. Это известная английская актриса, она наполовину казашка. И она дружила с каст-директором сериала «Макмафия». И так получилось, каст-директор спросил ее, «Ты же казашка, а нам нужны три злодея азиата. Можешь кого-то посоветовать?» Она говорит, «Я не знаю, но я у папы спрошу». А Марат Бесингалиев следил за мной в социальных сетях, и он мне просто написал, «Ерден, я вот ваш подписчик, мы с вами дружим в Фейсбуке, есть предложение от англичан. Интересно вам это или нет?» Я говорю, конечно, интересно. Я прошел видеопробы и поехал в Англию, выступил агентом еще для своих друзей. На втором сериале «Слоу Хорсес. Хромые лошади» я ходил по Англии, и раз пять меня узнавали благодаря этому сериалу. В том числе, благодаря «Слоу Хорсес» меня увидела, и, я считаю, оценила, Нина Голд. Следующий вопрос поисковой. «Ерден Телемисов – сценарист». Классный вопрос. Когда я был актером, мне в какой-то момент перестало это нравиться, потому что актер – это очень зависимая профессия. Ты как будто бы стоишь на дороге, рядом проезжают классные машины, проекты, в которых сидит директор, режиссер, в котором сидит продюсер. Они останавливаются, ты как бы просишься ехать с ними, они смотрят на тебя, говорят, повернись, улыбнись, сыграй какую-то эмоцию. Мы на обратном пути, может быть, тебя заберем. И не забирают. Мне это очень не нравилось. И я подумал, так как у меня в прошлом был опыт руководства, то есть я руководитель, и мне вот это зависимое положение, что меня выбирают, что я простой солдат, которого, может, возьмут, а может, пожертвуют, мне это было очень неприятно. И я решил для себя. Я стану для себя режиссером сам, для своих друзей. Я задумал веб-сериал, в котором выступил режиссером и сценаристом. Когда я решил, что я еще ничего не снял, что я режиссер, я начал искать сценариста. Я не нашел своего сценариста, и поэтому стал изучать сценарное дело сам. За эти 10 лет последних, что я занимаюсь, по-моему, я прокачался. И поэтому сценарий, по которому я буду снимать, моему сценарию, по которому я буду снимать скоро полнометражный фильм, уже оценили за рубежом, в России, на Западе, и сказали, что это очень хороший сценарий. Следующий поисковой запрос. Ярден Телемисов. Воин. Воин. Ну, можно на этот вопрос ответить двояко. Во-первых, воин. Воин как человек. Когда мне было 7 лет в первом классе, чтобы зайти в свою школу, я должен был старшакам, а это 9-летние дети, старшаки, я должен был правильно ответить. И когда я приходил к дверям школы, 9-летние, старшаки, 9-летние дети спрашивали, ты кто по жизни? И я знал, что я ерденз, я знал, что я человек, но знал и правильный ответ. Я должен был сказать, я по жизни бродяга. И тогда меня пропускали. Папа называл это Коян Джурек, кроличье сердце, да, зайчье сердце. Я очень боялся. Я очень боялся драк, я очень боялся напряжения, уличных каких-то пацанов, потому что я был достаточно образованным ребенком. Я учился в математическом классе. И я могу сказать, что я не был воином до первого курса института. Поступив в 92-м году в Каргу, в Карагандинский государственный университет имени Букетова, на биолога-химика, я решил поменяться. На 1-го сентября, когда я себя так настроил, мама мне подарила такой значок Саудовской Аравии зеленый, типа, Аллах тебя защитит от всего плохого. И в 1-го сентября 92-го года у меня первокурсника подошел огромный парень, килограмм 95, я тогда весил 65, и просто снял его и ушел. Но мне хватило смелости на тот момент, за рождение воина, да, я ему сказал, знаешь что? Он повернулся в большая глыба, что я говорю, ты за это ответишь. На 2-м курсе я встретил друзей, которые занимались боксом, я пошел на бокс. Могу сказать, что в году 93-м, 94-м я стал по-настоящим воином. Это первая часть воина, внутреннее состояние. Есть еще сериал «Воин», который снимался в Кейптауне. Мы жили... Проект, который придумал Брюс Ли. Это проект вышел на HBO, и было классно, в том числе для каскадеров «Номат», потому что это первый проект, наверное, куда нас пригласили не как конников, не как фехтовальщиков, а как файтеров. Собрались каскадеры, по-моему, с семи стран. Были ученики Джеки Чана, были это все, и мы поехали туда и показали, что мы можем. В нас было... было различие между каскадерами, потому что были юаровские каскадеры, которые работали даже на Mad Max, на безумном Максе. У них свой стиль драки, ну, они белые. Были каскадеры-китайцы, которые хореография, они могут там перевернуться, подскочить, все. И были казахи. Нас поехало шесть человек, и нам говорили, что в вас есть какое-то настоящее, намадское. Мы, когда дрались, вернее, показывали, как дрались, мы были максимально реалистичными, как будто это уличный бой. По-моему, на все поисковые запросы я ответил, и это... мой мозг, наверное, работает на 99%. Сейчас добавим еще один процентик, и эту викторину я буду проходить на кинопоиске. Итак, у меня есть пять описаний фильма, и я начинаю чувствовать себя немножко глупым. Первый поисковой запрос. Сюжет фильма. Больные мужики пытаются доехать до водоема, чтобы была тема для бесед. Ага, больные мужики. Фильм мне подсказали, что фильм этот немецкий. А, фильм достучаться до небес. У вас есть планы? Да, мы собирались на побережье. Море не видели. Не видели никогда? Правильно? Угадал. Так, второй запрос. По ошибке узнала, что замужем, когда пришла в ЗАГС. И опять в голове пусто. Надо подумать. По ошибке узнала, что замужем, когда пришла в ЗАГС. В ЗАГС пришла, а там, говорят, ошибочка. Пахнет чем-то родным. В голове крутится Килинка Сабинка, но там, по-моему, этого не было. Я не знаю. Не угадал. Не знаю этот фильм, но мне подсказывает, подсказывает, что это фильм «Женатый холостяк». Выйдешь за меня? Да. Итак, третий запрос. Фильм, где Чингисхан выбирает жену. Ну, я сам когда-то играл Чингисхана в комедии «Приключения дочери Чингисхана» в 21 веке. А фильм, где Чингисхан выбирает жену, это, конечно же, «Монгол». Великий Тенгри, хозяин голубого неба, дай мне силы исполнить то, что я задумал. Так, четвертый поисковой запрос. Фильм, где мужчина пьет таблетки и начинает умно думать. Это мой любимый фильм. Это фильм «Области тьмы». А что вы сделали вы? Итак, пятый запрос поисковой. Казахский фильм про чиновника, который хочет стать хорошим. Я знаю, по-моему, два фильма. Один это фильм Аким Нуртаса Дамбая, но думаю, что, скорее всего, идет речь о фильме хотя бы в кино. Мишкури. Эту викторину, которую придумали ребята из Кинопоиска в преддверии Оскара 24-го, вы можете пройти по ссылке. Большое спасибо. Мне сегодня очень было приятно отвечать на ваши запросы в Яндекс.Поиске. Подписывайтесь на Степь, живите счастливо, поменьше нам катаклизмов, побольше нам позитива в этой жизни. С вами был Ердин Телемисов, актер, каскадер, сценарист, режиссер, продюсер, в общем, кинематографист и Ердиша добрый. Пока.